Называется «Наша песенка» Борис Щеков. И от него наверняка Прикурит завтрашний восход. Как хорошо, что есть окно. А нам опять сегодня петь Все песни с самого начала. Ведь наша юность где-то здесь, В гитарной тоненькой струне. Ведь это главное у нас, Чтобы мелодия звучала. И другая рвная рука Все на плечо ложилась мне. Ведь это главное у нас. Сквозь вялость уличных дождей, И под прибой дождей таежных, И среди распутится людских Нигер и пройденных путей. Еще, пожалуй, можно жить, Еще, пожалуй, можно жить, Еще шуметь, пожалуй, можно, Пока ты мой огонь хранишь. И твой огонь в груди моей Еще, пожалуй, можно жить. Как хорошо, что это мы, Как хорошо, что это я, И наша песенка звучит, И наша песенка звучит, И наша песенка звучит, И слава сердце святая. Как хорошо, что это мы, Как хорошо, что это вы, И наша песенка звучит. У него, кстати, грядет 80-летие в ноябре. Вот начинаем подготовку, что-нибудь еще из Щеглова мы разучим. Недавно был огромный вечер романса в славянском культурном центре. И мы поняли, что вот может быть саму Борису уже тяжело, как в молодости, распевать свои знаменитые песни. Ничего не тяжело. Он рассмотрел свои 80-летие, такой живчик и поет. Призываем нашу бардовскую тусовку обратить внимание. У него уже вышло такие две толстые книжки, там есть много нот. И вот мы поняли, что есть, что почерпываться. А сейчас мы вам споем песню неизвестного автора. Хотя относится она к давним временам. В 87-м году я впервые услышала эту песню. Возможно, она тогда и была написана. Тогда мы пытались сделать детско-юношеский куст КСП «Бумеранг». Он, как начался в существовании, так плавно и закончился. Но до сих пор ребята где-то встречаются, в походы ходят. И вот там мелькнул некий товарищ, который учился в Москве. На самом деле он не москвич, Максим Хмызов. Тогда это был молодой парень-студент. Он ушел в армию. И дальше мы его следы потеряли. И благодаря его величеству интернету мы нашли его, чтобы вот эту песню, которую я все эти годы помнила, и она мне ужасно нравилась, чтобы ее разучить. Как называется? Колыбельная. Колыбельная сказка. Максим Хмызов. А в городе Чите Полным-полно чертей И бегают они огни В хромежшей темноте И рожками стучат Три тысячи чертей И ловят тех, которые не спят. А добрый он поход Соломазною сахой Чаротетик запирает в темном подпале глухом И вместе с ними тех, кто спать не захотел, Кто не успел залезть в свою постель. А в городе Орле тринадцать королев Живут уже без малого Тринадцать тысяч лет Семь лет они кричат Тринадцать лет молчат А в остальное время просто спят Но братьям их совсем Не хочется в постель На то они и короли Что принимать гостей Они открытки жлют Не скат вези должны Ждут, но только в джертью В гостях не мыдут. А в городе Керчи Сид мальчик на печи И полночь точно ходит И стучит, над ним стучит Он словно унесен Смешной и дивный спор Он видит слы про все, про все, про все Как будто мы в чете Гоняет он чердей Потом в Орле как будто Намещает королей Спит лавка и кровать И в печке коробой Так спи, не ты, малышка, засыпай Спит лавка и кровать И в печке коробой Так спи, не ты, малышка, паю-пай А теперь, с вашего позволения, спою свою песенку Это единственная, нет, вторая, наверное, песня В нашей с Сергеем репертуаре, которую он мне подпевает Он говорит, что я такие неправильные песни пишу Которым очень трудно присоединиться вторым голосом Ну вот, тут получили с вроде Мы же все-таки поющие вместе 29 марта мы будем с тобой поющие вместе 34 года официально по паспорту Да, я не такой великий грецень Барт из Прибалтики Валерий Ременюк Подарил это стихотворение И Галя написала музыку Дорога Ее можно подкручивать с Каподастов, да? Эту песню он назвал «Дорога» Выборгский автор Валерий Ременюк С которым я познакомилась благодаря интернету А у меня гитара вообще нет Ни разу не слышал Ну зачем же я ей брала руки? Я тебя не слышу Ты что-то слышала? Осеннее ружье Прихвачено морозом Отмыты до белом Пустые небеса Дорога, как ружье Заряжена угрозом Едва ее ствола Сглядят тебе в глаза Стремиться Вновь и вновь Хватать тебя за руки Привычное брие Но истина проста Дорога, как любовь Заряжена разлукой Не пережив ее Любви не и суета Достаточно, чувак Безграведности строго Ни вето на куда Выводит этот путь Лишь узенький порог Между домом и дорогой Но трудно иногда Его перешагнуть Послушай мой совет Зачем топтаться между Задумал, так иди Ну вот уже пошел Дорога, как рассвет Заряжена надежда А значит впереди Все будет хорошо Все будет хорошо Все будет хорошо Все будет хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо Спасибо